После вынужденного простоя строительство новой школы на улице Зорге набирает темп. Подрядчик завершает контур одной из блок-секций. Продолжаются кровельные работы. Началась отделка. Прокладывают инженерные сети электрику и вентиляцию. По заверениям строителей, к концу февраля на объекте запустят отопление. В то же время есть проблемы со сроками. От графика отстает на три месяца. Причин две. Пандемия и ошибки в проектно-сметной документации, которые пришлось устранять. Сейчас на стройке задействовано 73 человека. Трудятся вахтовым методом с 8 утра до 7 вечера без выходных. В ближайших планах увеличить штат до 120 человек. Глава города Алексей Сафонов и представитель подрядчика договорились работать в тесном контакте, чтобы, насколько это возможно, приблизить сдачу школы в эксплуатацию. То есть вы увеличите группировку в полтора раза, да? Именно да. Соответственно, наша задача решить вопросы с некорректными техрешениями, проектными решениями, согласовать и максимально нагнать графика, чтобы получить готовность объекта, хотя бы техническую готовность объекта, как говорится, к первому сентября. По состоянию на сегодняшний день объект готов приблизительно на 60%. Из общей сметы в 580 миллионов рублей 350 уже освоили. Со стороны города нареканий нет. Как заявил заместитель главы администрации по архитектуре и градостроительству Владимир Еминцев, все работы выполняет качественно. Курирующий стройку ведомства довольны результатом. По тому графику, которого сейчас придерживается подрядчик, школу должны сдать в конце сентября. Но строители пообещали сделать все возможное, чтобы успеть к началу учебного года. Будем стараться достраивать этот объект как можно быстрее. То есть знаем, что он нужен городу. То есть и острая необходимость есть. Поэтому мы приложим все усилия со своей стороны. В ходе импровизированной пресс-конференции Алексея Сафонова спросили о том, как власти будут решать вопрос с транспортной доступностью новой школы. Если верить Яндекс.Картам, в этой местности курсируют только три маршрута, а до ближайших остановок по 400-500 метров. Вроде бы не так много, но для будущих учеников начальных классов все же далековато. Глава города пообещал взять вопрос под личный контроль. У нас есть проект по реконструкции улицы Негина в плане вообще транспортной доступности этой школы. Я думаю, вопросы и с автобусным сообщением, автобусы и вопросы с личным транспортом все равно должны быть решены, потому что не может такой крупный и плотно населенный объект остаться вне этой работы. Наша редакция продолжит следить за ходом строительства новой школы. Константин Перевозчиков, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24.